зеленый шеф выпуск микрозелень без субстрата как вырастить классную микрозелень вообще без субстрата три диска без субстрата тоже без субстрата его корни это и есть субстрат для него первый метод аэропоника ребята просто выращиваем на ткани форсуночки это бюджетная аэропоника могу обзор этого стеллажа сделать отдельно сейчас проговорим в общем аэропоника есть двигаемся дальше также без субстрата у нас длинные коврики вот редиска без субстрата отличная также без субстрата выращивают горох как раз растет рядом на ткани в их ковриках черных нетканное полотно тот же коврик что здесь на аэропоники это горох посмотрите тоже без субстрата его корни это и есть субстрат для него то есть задерживают влагу и впитывают очень интересная технология минус субстрата по субстрату передаются болезни минус субстрата субстрат стоит денег минус субстрата он занимает вес и занимает место это тоже важно очень когда у вас большой вес на стеллаже или это аэропоника весит 5 килограмм а если бы это было дфт или затопление она весила 100 килограмм понимаете и субстраты в моем понимании это кокос и минеральная вата посмотрите кокос субстрат тут хоть и тонкий слой но это кокос это руккола в данном случае вот она у нас растет или субстрат это вата я считаю когда много то есть можно и на коврике говорит что это субстраты понятие растяжима но я сделал такую градацию вот вата каменная вата базальтовая экологически чистый но субстрату кстати отделился один щавелик сейчас мы его пересадим на аэропонику погнали про субстраты смотрите ребята первый претендент это у нас аэропоника вы видели то есть бюджетная система мы выращиваем на железных поддонах такие же как эти профлис называется только мы его выгнули по особому я пришел на гибку и сказал гибщиком ребята выгните мне его чтобы глубина была 12 сантиметров минимум то не 12 не сделали тут как ребро жесткости все уложили мы трубы пластиковые поставили форсунки двигатель все ну у аэропоники есть свои косяки когда выключается электроэнергия как у нас видите корешки не белые они у нас подсыхают раз в неделю у нас тут выключают свет еще какие-то траблы много человеческого фактора у аэропоники убирали здесь и закрыли кран все положили ушли домой а кран таки остался закрытыми за ночь все высохло вот это минусы выращивания без субстрата что надо вовремя поливать аэропонику надо поливать сама часто потом на втором месте надо поливать те субстраты где нет субстратов допустим пшеница ребята вот она пшеница пойдем богдан покажем пшеница как растет у нас на стеллажах пшеничка тоже можно сказать что это микрозелень по-своему вырастет абсолютно без субстрата то есть сплетаются корни вот мы посадили прошло два дня за два дня она так сплелась видите уже один ковер то есть это без субстрата вот она видите как сплелась буквально через день она становится на такой стадии она уже быстро становится такой все и мы выставляем ее на свет такую корневую массу наращивает без субстрата но надо часто поливать в отличие от субстратов но круто растет также мы выращиваем лучок это все микрозелень без субстрата у нас его тоже много красавчик видите какая у горошка корневая вообще моща блин именно корневище у гороха а вот на зоомагазины это вы видели они обожают эти вот маленькие такие растущие покупают у нас и кстати нет все уже разобрали богдан погнали дальше полностью без субстрата увидели и следующий кандидат это на примере горошка выращивания на ткани зачем мы делаем эту ткань все равно ребята идеально сделать время полива чтобы вот когда воды не хватает вы в этот же момент полили очень тяжело когда нет субстрата но хотя бы какая-то ткань служит буфером то есть она напитывает там 60 миллилитров воды в себя и держит и уже какой-то якорь балласт создается в субстрате конечно все легко вы кокос раз три-четыре дня поливаете и даже когда видно что растения начинают падать вы их полили они поднялись тут если подсохла то может уже подсохнуть полностью это и минусок и плюс субстрата надо вовремя поливать поэтому мы пользуемся на без субстратной технологии автоматическим поливом потому что человеческий фактор такая штука вот и горох хорошо растет наращивает корневую массу главное за что-то зацепиться подсолнуху и редиски им надо льняной коврик почему мы их садим на льняной коврик что он больше воды в себя впитывает корни конечно нарастают на нем но редиска пьет воду она водохлеб и для нее льняной коврик льняной коврик в отличие от ткани уже впитывают не 50 60 миллилитров а соточку может себе брать конечно это не сравнится с субстратом виде ваты которая может не соточку воды взять себя 300 400 миллилитров понимаете почему субстраты выигрывают но ценой выше без субстратная технология особенно с льняными ковриками я считаю топовая потому что льняные коврики разлагаются биологически чистые понятный минус льняных ковриков почему я использую то и то то что долго растет начинает разлагаться если бы это был бы льняной ковер вот здесь вот под этим щавелем то он бы уже давно сгнил этот ковер а вы ребята подписывайтесь на youtube канал зеленый шеф чтобы быть всегда на волне событий в курсе того что происходит некоторые культуры типа кинза не любят расти без субстрата поэтому мы их присаживаем на кокосик вот по-любому надо кокос пробовали без субстрата кинза еще хорошо растет на минеральной вате без субстрата она тоже растет но легкие подсыхание корней или переливания проблемы очень быстро отражаются это надо очень внимательно стоять над ним почему мы щавель садим на агровату потому что мы его режем он вырастает режем он вырастает некоторые щавели вот ребята есть уже по два года стоят что уже корень такой с палец прям и все и все обалденно потом пытались а мы садить на без субстрат люпин тоже растет но посадили на субстрат лучше растет кинза когда всходит она всходит ребята равномерно это очень важно понимать и это благодаря тому что субстрат она вдавилась а в субстраты равномерно распределилась влага нигде не было подсыханий без субстратная технология отличная просто требуют вовремя полива ребята но затраты себестоимость намного меньше и корни большие но что делать с этими корнями вот спрошу у подписчиков ребята белые здоровые корни у горошка у пшеницы что с ними делать многие говорят отжимать из корней протеин на вкус корни от корня гороха ребята ну вкус они прикольные мне даже корни гороха больше нравится гору чем сам горох извини горох у корней гороха кстати вкус гороха поняли вот кто ребята первый начнет корни гороха продавать в рестораны клиентам отпишите какой маркетинговый ход вы сделали что корни гороха начали продаваться я вам буду очень благодарен благодарю вас супер бонусами а вы ребята скажите на каких субстратах выращиваете вы многие ребята выращивают горох нам а а кровати тоже говорят круто на кокосе говорят круто я выращивал горох на всем горох растет в принципе на всем кто-то даже его садит в опилке тоже нормально и бюджетно скажите на чем выращиваете горох вы напишите в комментариях поделитесь с остальными вы лучшая микрозелень вперед